Шашлычно-пивные проводы рабочей жизни устраивают отдыхающие на одной из улиц столицы. Нерабочая неделя для некоторых москвичей повод погулять. Чтобы пресечь буйные празднования, мэр Сергей Собянин вводит всеобщий режим изоляции. В Красноярске народ спокойнее отнёсся к вынужденным дням отдыха. Выходные на улицах было относительно пусто, о чём говорят разлетевшиеся в соцсетях кадры местного фотографа. Сегодняшний понедельник больше похож на обычное воскресенье. Машин мало, людей тоже. И те ходят в масках. Иду в поликлинику. По-другому не получится. А скажите, на работу выходите или ушли всё-таки на каникулы? Не, не, на каникулы. Всё как надо, масочки, да? Отлично, конечно. А почему дома не сидите? Потому что работа. Нельзя, да, никак дистанционно? Вообще никак. Вероятно, и в Красноярске, как в Москве, введут режим изоляции. Председатель правительства Михаил Мишустин одобрил меры, принятые в столице. Прошу руководителя субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег. И проработать возможность введения подобных мер в своих регионах. В правительстве назвали и размер штрафов за нарушение карантина. От 15 до 40 тысяч за разгулы во время всеобщей изоляции. А при заражении или смерти другого человека должностные лица заплатят от 300 до 500 тысяч рублей, остальные от 150 до 300. Врачи такие решения поддерживают. Говорят, лучший способ борьбы с вирусом, как ни крути, самоизоляция. Мыть руки, носить маски нужно обязательно. Но домашний режим – главное спасение в период пандемии. Наверное, в соцсетях вы видели, что сейчас итальянские, европейские врачи запустили флешмоб. Мы остаемся в больнице, они круглосуточно находятся в больнице. Вы оставайтесь дома. То есть врачи говорят, что если вы будете заболевать и увеличивать популяцию заболевших, то врачи с трудом будут справляться с таким количеством пациентов. Отсюда совет – выходить из дома только за самым необходимым. Для тех, кто хочет, но не может, речь, конечно, о пожилых, работает штаб волонтеров. По звонку на горячую линию часть из них готова развозить продукты и лекарства. 250 примерно обращений на линии есть. 42 из них отклонены по разным неподходящим, успели родственники привезти, не нужен препарат, просто проверяли линию, такие тоже есть, просто хотели узнать, работают волонтеры или нет и так далее. Примерно 100 из обращений уже отработаны, остальные находятся в рецепте. Сейчас у нас прояснилась ситуация с препаратами, которые по рецептам, поэтому нам немножко проще. Вот с сегодняшнего дня мы по ним начинаем тоже отрабатывать. Тем временем в городе идет рейд по бизнесу. Сотрудники мэрии проверили 4 160 объектов. Без одной сотни все закрылись. Это ТРЦ, фитнес-центры, ночные клубы, бары, бассейны. Служба городовых, у которых наконец появилась реально важная работа, отчитывается, что недобросовестно пытаются работать лишь 2% предпринимателей. Но и им, похоже, пора сворачивать лавки. Власти будут штрафовать за подпольный бизнес. Давид Абаджан, Степан Майер, Новости Прима. Субтитры создавал DimaTorzok